Руси, которая продолжалась 14 минут 51 секунду, вот мы видим здесь показаны элементы, разобранные на столе элементы его первого устройства, которое называется ЕКАД-СКЛ-ИПИ. Значит, вот, во-первых, я пару слов, почему ЕКАД-СКЛ. Ну, ЕКАД это такая, у него уже устоявшееся сокращение, которое он много-много лет, порядка уже 8-9 лет использует. Сначала, насколько я понимаю, это ЕКАД означало, что это электрический катализатор или какой-то энергетический катализатор, а потом он стал рисовать кошку на своих различных объявлениях, и слово КЭД приобрело значение не катализатор, а какой-то вот такой, может быть, это даже кошка. Ну, это шутливо. Шутливая такая вот замена катализатора на кошку произошла с течением времени. СКЛ это Свен Куландер, некий швед, который в свое время очень мощно поддерживал Андреа Росси, когда он взаимодействовал с университетом Упсала, там и с другими организациями шведскими, вот, и со шведскими организациями, вот. И это, к сожалению, его уже, насколько я понимаю, 2-3 года нет. И вот в память об этом человеке Андреа Росси свои приборы, вот, выпускаемые после этого, он называет СКЛ, Свен Куландер. И Пи, насколько я понимаю, это сокращение означает, что это как-то связано с энергией и, может быть, с энергией, может быть, перформанс как-то, вот, не знаю. Ну, то есть это с энергией, мы чуть-чуть ниже об этом узнаем. А вот ЕКАТ, СКЛ и ДИ, это будет идти о OLED-приборах, это вот Light Emission Diets, то есть вот это вот ДИ, по-моему, это преобразование энергии в диодах. Вот поэтому в таких вот диодах полупроводниковых вот такие два устройства он демонстрировал, и сегодня мы о них будем говорить. Значит, вот что здесь показано, вот это некий вот развал такой радиотехнический или радиоэлектронный, это система управления процессом. Вот этот вот беленький маленький ящик, я его ящичек, коробочка, я заранее ее размеры скажу, это 9 на 9 сантиметров и высоты 11 сантиметров. Это и есть, собственно, вот то, что он называет ЕКАТ и ПИ, ЕКАТ, СКЛ и ПИ. Вот, собственно, вот это он, собственно, это он и считает одним из устройств. Вот все остальное, то, что к этому, вот эта вот система управления, он не относит к самому устройству. Ну, это некая такая хитрость для того, чтобы снизить весовые и размерные параметры, о которых он говорит в презентации вот этого устройства. Вот здесь показана ванна, заполненная маслом, ну, нам неизвестным природой, но каким-то минеральным маслом, по-видимому, в которой в ванну помещен сопротивление. Вот я его показываю стрелочкой, который будет нагреваться с помощью электричества, подаваемого от установки ЕКАТ, СКЛ и ПИ. И он, в конце концов, будет замерять напряжение вот на этих концах вот этого устройства. Ну, вот следующий слайд. Посмотрим. Здесь еще раз фотография, более такая крупная фотография вот этих элементов. Вот здесь мы видим то, что не очень было видно на предыдущем слайде, это система снабжения электричеством. Вот здесь хороша видна система управления. Вот здесь хорошо виден, собственно, ЕКАТ, СКЛ и ПИ, вот с кошкой нарисованы, видите? И тут еще есть такая подставочка беленькая, вот, о которой он не включен. Ну, она не беленькая, она такая из какого-то металла, возможно, алюминия. Ее размеры, вот, он о них не говорит, Андрей Лоросе, в своей презентации. Но в ходе, вот, к презентации приложены были, ну, две статьи Леви, такого исследователя, который уже много лет, начиная с 15-го, там, 14-го даже года. О, извините, предыдущий слайд не закончил еще. Да, возможно, даже с 14-го года работает с Росси. Вот, он об этом пишет, и мы знаем, что это, видите, чуть-чуть большего размера вот эта подставка, чем само устройство. Вот, и высота его всего 2 сантиметра. Почему это может быть важно, я там где-то в своих комментариях дальше, может быть, скажу об этом. Значит, вот следующий слайд, это то же самое, только вид сбоку. Мы видим, что вот эта ванна, с дополнительной информацией, вот эта ванна, которая наполнена маслом, в которой помещено сопротивление, на котором будет мериться напряжение, выданное вот этим ЕКТ-СКЛ-ИП прибором. И вот здесь мы видим систему охлаждения этой ванны, вот внизу такие радиаторы алюминиевые, по-видимому. Вот одна из причин использования масла, он хотел, чтобы сопротивление имело постоянную температуру, и таким образом, значит, характеристики были бы более или менее стабильными. Ну вот, здесь показан инструментарий, который он использует в ходе этой презентации, значит, вот это есть счетчик Гейгера, и там на синеньком экране, если как-то увеличить или рассмотреть, можно увидеть, что это 0,43 микрозиверта в час, показания фонового радиационного фона вот в лаборатории, в которой происходит презентация. Кстати, вот на стенке вот здесь вот фотографии показано огромного количества таких вот светильников. Это есть второй тип прибора, который Росси демонстрировал в ходе этой демонстрации. Мы о нем чуть попозже будем говорить. Кроме того, используется вот такой вот прибор для измерения напряжения. Это, по сути дела, бытовой или полубытовой тестер, как мы раньше говорили. Но сейчас мультиметр, говорят обычно, потому что он много чего может измерять. И вот на нем мы видим напряжение, которое на этом сопротивлении имеется вот в настоящий момент. Мы видим, что это не 0. Вот мы видим, что это не 0. Вот это тоже очень важная вещь. Вот тот, кто будет какие-то комментарии давать, может быть, об этом что-то скажет. Если нет, то я тогда пару слов о своих соображениях на эту тему скажу. Кроме вот этого мультиметра, применения мультиметра для измерения напряжения на выходных клеммах вот этого Екат, СКЛ и ПИ, ничего не измеряется. И еще один прибор. Вот он здесь очень плохо виден. Вот он плохо виден. Вот это вот тоже компания Флюк. Вот такой вот четырехугольничек внизу. Я надеюсь, вы видите на экране. Вот я его обвожу стрелочкой в правом нижнем углу экрана. Это есть прибор для измерения мощности, по сути дела. Вот напряжение. Первая строчка – это напряжение. Вторая строчка – это ток. И третья точка – это мощность. Вот зелененькие цифры – это мощность, которую измеряет вот этот мощный ваттметр, по сути дела, который подключен на входе к вообще всей системе, включая и систему управления. Вот это показана колодка, как мы называем, для включения разнообразных. Вот он с помощью таких вот плагов, как они называют, они подключают свои приборы. Я хочу обратить внимание, что вот этот ваттметр, он очень важен, потому что он показывает три числа. Напряжение на входе, ток на входе и мощность на входе. И мы увидим там дальше, я просто об этом хочу обратить внимание, что там в его опытах будет огромная-огромная реактивная составляющая, потому что произведение тока и напряжения дадут величину гораздо большую, чем вот эта зелененькая цифра, которая показывает мощность. Ну вот здесь показана схема соединений, которые он применяет, различных компонентов, которые он применяет при демонстрации. Ну вот здесь источник мощности, ну почему-то ваттметр подключен вот таким образом. Хотя я знаю, как подключается ваттметр и он подключается, ну у нас похожие есть ваттметры, они подключаются между источником мощности и, значит, и каким-то вот прибором вот этим ЕКАД. Но, возможно, речь идет вот о Power Source. Это из его доклада я лично не очень понял. Возможно, это вот тот, вот я сейчас на него обращу внимание, вот этот вот серебристый охлаждаемый ящик, который подает напряжение на всю его систему. То есть это не совсем сеть, а нечто еще вспомогательное. И поэтому, значит, вот ваттметр включен перед этим вот источником, который подает мощность на ЕКАД. Кроме того, к ЕКАД подключен еще вот управляющая система. Он ее называет, значит, вот Artificial, сейчас вот точно не помню, но в общем это искусственный разум. Искусственная система управления, мы ее называем системой управления. Ну и здесь, собственно, написано система управления. Вот это вот сам, собственно, вот этот небольшой ЕКАД. Дальше из него выходят два провода нагрузки, которые можно подключать к нагрузке. Сопротивление нагрузки, то, что помещено в ванну с маслом. И подключен ваттметр, который позволяет измерять напряжение. Как видим, у нас еще раз мы видим, что очень бедный инструментарий, который используется. Потому что, собственно, есть только ваттметр и только есть вольтметр. Больше ничего в этих экспериментах не регистрируется. Ну вот, несколько принимаю людей, которые у нас находятся в зале ожидания. Потому что управляющие и входящие не сюда. Вот, обращаю внимание, значит, вот такую табличку я скопировал ее из работы Леви, который анализировал за примерно месяц до этой демонстрации, в октябре-ноябре, в течение месяца в университете Болонии, который как-то тестировал эти устройства. Вот измеряемые величины – это вольты. И вот получается такая странная вещь, что если нет, не подключен его этот ЕКАД, то напряжение, которое подается на систему, как я понимаю, на систему вот тот вот серебристый ящик с дырочками, который подает, значит, вот на нем мощность подаваемая 0,8 Вт, а если включен ЕКАД, то 0,6 Вт, то есть как бы меньше получается. Ну, такая загадка. Значит, и важная очень величина – это следует… Вот это косинус Фи. Мы видим, что косинус Фи безумно маленький. У кого-то включено… Пожалуйста, выключите, пожалуйста, микрофон. У кого-то включен микрофон, отключайте новые входящие, и, пожалуйста, немедленно отключайте свои микрофоны. Вы иначе мешаете. Вот Широносов не выключает. Валентин, вы же участвуете давно, вы не выключаете. Степанов, ты же давно участвуешь, не выключаешь. Вот это просто неприемлемо совершенно. Входите, немедленно выключайте звук, пожалуйста. Да это неуважение к докладчикам. Следующая табличка. Так, у меня она почему-то не включается. А, вот включилась. Значит, следующая табличка. Вот какие параметры – это уже я сам составил эту табличку из того, что я увидел на входе презентации. Значит, вот то, что показывает ваттметр. Вот на входе мы видим 223 вольта, ток на входе 0,02 ампера и входная мощность, вот зелененькая – это цифра, о которой я говорил, на ваттметре – 0,7 ватта. Вот если мы ток на напряжение перемножим, то мы получим 4,46 вольт ампера. Таким образом, просто очевидно можно сделать вывод, что это чрезвычайно реактивная система. Реактивная система. Не столько активная, сколько реактивная. Вот здесь выходные параметры. Вот напряжение 12,7 вольта, если округлить. Если в ходе демонстрации видна вот эта величина, он ее показывает на вот том вольтметре, о котором я говорил выше. Это один из, по сути дела, двух всего приборов, которые он использует. Ну вот сопротивление, оно сертифицировано, оно там где-то измерялось в стороне дополнительно, и суммарно с подводящими проводами 1,3 ома. Если мы применим формулу Джоуэля-Ленса, мы получим 123 ватта мощность, выходная мощность, которая выдает этот самый, выдает ЕКАД, выдает на сопротивление, погруженное вот в эту ванну. Но нам никто ничего не говорит относительно реактивности выходного сигнала. Поэтому применение формулы Джоуэля-Ленса остается, можно ее применять или нет, остается загадкой. Но никто, возможно, выступающий как-то это прокомментирует. Я просто на это обращаю внимание. Валерий Николаевич, вот на понимание предыдущий слайд, вернись, пожалуйста, предыдущий, предыдущий. Вот где ты, нет, итальянец там, вот его работа. Вот это, косинус фи, ты ничего не сказал, но он очень маленький, тоже говорит, что реактивность большая. Да, 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 причем она реактивность, реактивность, ну уже обсуждение, Анатолий Иванович, начинаешь. Нет, на понимание того, что… Я могу лишь сказать одно, что ваттметр, который применяется и перед запуском, перед включением, Еката показывает, уже работает система, вот он здесь показывает, вот видите, вот этот power source. Power source работает, но Екат еще не включен. Вот этот провод, по сути дела, отсоединен. Вот этот провод отсоединен. И вот ваттметр будет показывать вот такие параметры, вот такие, косинус фи 0,05. Там, кстати, на этих ваттметрах у нас похожие есть. Там, если следующую табличку запустить, там можно листать эти таблички с помощью такого простого очень там управления. Вот, и там много различных параметров косинус фи, в том числе тоже вычисляется этими устройствами. Но самое интересное, что когда Екат включили, то почему-то мощность меньше стала потребляться. И косинус фи, ну, примерно тот же самый. Ну, вот я могу сказать только то, что я могу сказать. И причем интересно то, что вот он в ходе демонстрации ничего не говорит о мощности. Он говорит только о напряжении. Вернее, он говорит о мощности, но формулу не приводит. Он говорит, что у меня примерно 100 ватт выходная мощность. Но откуда он ее взял? Вот мы видим напряжение, а какова мощность, мы не знаем. Если формулу Джоуэла Ленца применим, то да. Но можем ли мы ее применять или нет, это неизвестно. Вот это одно из замечаний. Я бы сейчас, мы просто время на это тратим. Вот, может быть, будет при обсуждениях это затронуто. Вот очень важными являются параметры объемные и, значит, весовые и мощность выдаваемая. Вот размеры. Тут почему-то 6-6, а вот у Леви вот ширина, высота 11, ширина 6, длина 6, а вот у Леви 9. Ну, не знаю, это примерно одно и то же. Одно и то же. Что 9, что 6. Вот объем вот этого кубика беленького, который я показывал, и, собственно, это и есть, как Росси говорит, это его устройство, 0,4 литра. А мощность порядка 100 ватт. Он об этом говорит, но формулу не приводит. И как он это рассчитывает, непонятно. Это я применил формулу Джоуэллэца. А можно применять ее или нет? Одному Богу известно. Так вот, например, он приводит рассуждение о том, что для одного мегаватта ему нужно 4 кубометра. Вот устройство объемом 4 кубометра. Таким образом, уже есть информация какая-то об ранжировании, то есть, как это англичане говорят, то есть об увеличении размера и как это связано с мощностью. То есть, он наставит, ну вот еще раз я показываю, вот его продажный кубик, он таким синенькой краской такой покрытый, или, может быть, это пластик какой-то, вот здесь вот эта кошка этого, его, значит, ну вот, вот это вот первое устройство, Екат, СКЛ, ИПИ. Второе устройство, вот оно, это вот Екат, СКЛ, ИДИ. Вот, он его демонстрирует таким хитрым образом. Значит, идея там вот в чем, что к обычной, значит, вот Light Emission Diod LED лампа, они очень эффективны в сравнении с лампами накаливания, подключается вот этот его прибор Екат, и лампа начинает работать очень эффективно по свету и сверхэффективно по электричеству. Вот, и это вот такое устройство он предлагает на продажу. То есть, вы можете его купить, повесить, у вас будет светло, а электричество, по сути дела, вы не потребляете. Вот в чем идея. Значит, ну вот, вот как он показывает, что оно работоспособно. Значит, вот опять мы видим, вот это в темной комнате, где-то там вот этот Екат, вот где-то вот здесь стоит и светит на люксометр, который вот он в руках держит вот здесь. Вот, и одновременно он здесь замеряет, вот здесь замеряет напряжение, насколько я помню, а вот здесь вот, опять этот ваттметр, вот он получше тут виден, напряжение на входное напряжение, ток входной, и вот эта мощность входная в 3,8 ватта всего. И он будет сравнивать, идея эксперимента стоит в том, что он будет сравнивать показания люксометра, на которой светит эта лампа, значит, вот с таким энергопотреблением, электропотреблением, с работой обычной 100-ваттной LED-лампы, LED-диода, подключенного напрямую к сети, и сравнивать будет отношение, значит, люминов, которые она реализовала вот на таком расстоянии, вот это мы видим тут примерно 2 метра, полтора метра, и по отношению вот этих люминов, то есть эта энергия, ну, преобразованная как бы для учитывающей особенности человеческого глаза, вот ее в люминах как бы, такая вот единица к системе силы введена, вот, значит, с обычной лампой, и будет вычислять вот эту люминозность вот этой системы и с обычной лампой. Значит, вот здесь показан еще раз, а, вот здесь уже лампа обычная, вот здесь мощность, вот здесь мощность, которая на обычную лампу подается, мы видим, что это, а, нет, это не мощность, это, извините меня, это, это люмин, это люмин, это люмин от обычной лампы, но здесь, это люмин от обычной лампы, да, но вот здесь вот уже мощность порядка 100 ватт, 100 ватт, люмин от обычной лампы, но порядка 100 ватт, а вот здесь вот мы видим люмин от вот этой лампы, вот этот, вот он там в руке, этот вот держит этот измеритель светимости, вот здесь 167, а мощность всего 3,8, в этом идея эксперимента. Вот, ну и вот здесь сравнение, вот это я уже табличку эту составил, вот если питание, электропитание на лампу подается через ЕКТСКЛ-ИДИ, то вот 167 люминов, значит, вот 3,8 ватта, вот 44 люмина на ватт, вот расход, люмин это тоже один из видов энергии, по сути дела это безразмерная величина, но она учитывает особенности человеческого глаза, вот, а вот при питании от сети, непосредственно 100 ваттной лампы, вот она произведет 897 люминов, но она, то есть на первый взгляд больше, но она затратит энергии 100 ватт, и получается, относительная величина, вот такая безразмерная, она 9 люминов на ватт, и вот он говорит, видите, у меня в 5 раз, значит, вот более эффективная, моя вот эта лампа, чем в смысле отношения светимости к затраченной энергии, вот, ну дальше мои комментарии,